Большие реставрационные работы начались в Витославлицах. За три года специалисты должны вдохнуть новую жизнь в основные объекты музея. При этом царство деревянного зодчества по-прежнему будет открыто для посещения. Каким образом, расскажет Вероника Лебедева. 21 объект деревянного зодчества, а также усадебный комплекс графини Орловой-Чесменской. Такой масштабной реставрации в Витославлицах не было. Часть зданий уже огородили. Сегодня в порядке исключения на закрытую территорию пустили журналистов. Первым делом нам показывают кузницу и гумно с ригой. Это производственная постройка, где молотили и сушили зерно. Здесь трудятся специалисты. Необходимо осмотреть каждое бревно и каждую доску. Определиться, что еще можно отреставрировать, а что нуждается в замене. И это только начало. Далее предстоит работа с куда более масштабными зданиями. За моей спиной находится самый сложный объект реставрации. Это церковь Рождества Богородицы из села Передки 1531 года. Стены ее сильно покосились. Реставраторам предстоит ну просто огромная работа. Объект будет закрыт целых три года. Также надолго закроют еще два объекта. Усадебный дом Орлова-Чесменской и церковь Успения из села Курицка конца 16 века. Храм разберут буквально по бревнышку, а потом соберут обратно. С остальными постройками все проще. В основном предстоит работать с крышами. По таким традиционным технологиям будем их исполнять. Единственное новшество, что мы между деревянными досками включаем изоляционный слой из металла. Вот такой опыт есть в музее Кижи. Работы продлятся три года и будут проходить поэтапно. Масштабная реставрация стала возможной благодаря поддержке Министерства культуры и Международного банка реконструкции и развития. Музею выделен почти миллиард рублей. Предполагается и участие региона. Область, в свою очередь, должна отремонтировать дорогу до Витаславлицы и сделать парковку. И у музея начнется новая жизнь. У нас будут обновлены экспозиции в крестьянских домах, которые тоже будут отреставрированы. Новые экспозиции появятся в культовых, наконец-то, наших постройках. Четыре знаменитых наших храма будут открыты для посещения с представленными в нем иконостасами. Это тоже для нас очень важный такой этап. Новая эпоха для музея начинается. И из новых объектов, которые можно назвать, это будет открытая экспозиция в Мельнице. Сейчас в Витаславлице работают по обычному расписанию. Закрыты только объекты, которые будут реставрировать в этом году. Зато в других постройках сотрудники музея разнообразили экспозиции и организовали дополнительные мастер-классы. Вероника Лебедева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости